всем привет вы на канале vng build house и с вами мисс огородник ребята январь закончился и пора заняться делом я хочу чтобы задоводство вызывало у вас столько приятные воспоминания и чувства не так как у меня когда-то когда я не знала за что мне схватиться с чего начать и поэтому у нас с вами все должно быть в системе я хочу вам сегодня показать мою замечательную тетрадь мой путеводитель в огородных делах посмотрим какие здесь есть разделы я расскажу как я ее виду и главным образом для чего она нам с вами нужна в чем она нам поможет дальнейшем и так откроем ее я покажу мой первый раздел выглядит она первый листочек советую вам оставить для ваших каких-нибудь записи первый раздел дней это месяца да то есть она сделана по типу как мы с вами когда-то делали телефонные справочники начинает она у меня с февраля вы можете сделать весь год января февраль дальше два листочка потом идет март и так дальше вот нужно посмотреть февраль-март-апрель-май и вот так вот до ноября она у меня сделано как я делала берем первый листок полтора сантиметра отмеряем вырезаем такую вот линию вниз потом дальше март делаем тоже берем уже больше сантиметров не полтора от верха уже где-то 4 сантиметра и опять же вырезаем ну то есть вы помните как мы когда-то делали телефонные справочники так смотрите здесь все очень удобно здесь написаны пункты вот вы открываете страницу февраля вашего и у вас написано все что вам нужно сделать желательно в этом месяце не забыть ну например готовим место для емкостей замачиваем семена проводим посев семян оборудуем подсветку рассады готовим землю для рассады поливаем рассаду покупаем инвентарь удобрения семена забота о первых всходах 7 на рассаду огурцы удобряем по снегу и так далее текущий уход за рассадой наведение порядков в погребном хозяйстве то есть вы здесь пишите продумываете все что вам необходимо сделать феврале и потом у вас это останется на долгие ваши годы то есть не нужно будет ничего искать просто можно что-то добавить и еще маленький лайфхак у меня здесь написано ручкой которая стирается я беру сейчас мне другая ручка стирающуюся ручку и я могу себе что-то изменить но какие-то пункты у нас вообще постоянно у огородников остаются одни и те же как я ее делаю я здесь у нас месяц с вами февраль мы делаем 3 колоночки в первой колонке я пишу неделя с 1 по 7 1 неделя да вот посмотрите вот первой неделе дальше у меня с 8 по 14 число в каждом месяце так будет это вторая неделя дальше с 15 по 21 3 недели и с 22 по 28 4 недели и здесь в первой колонке вы поняли что я делала во второй колоночке я пишу планы которые мне нужно сделать и в третьей колоночке я ставлю минусики то есть это пока не выполнено потом когда я это делаю ставим плюсик что мы с вами это сделали ну например 22 по 28 февраля планирую подкармливать рассаду на помидоры огурцы другие корректируем план посадок текущий уход за рассадой наведение порядка повторное закаливание оздоровление почвы под рассаду и разные такие вот моменты дальше такой же вот следующая страница после такого вот вот такой схема что у нас тут это здесь разные маленькие такие заметочки о том что я буду делать здесь то есть как это сделать потому что на первых порах я очень много читала очень много информации в интернете у всех и у меня была каша в голове вот например я себе записывала да как посев сделать как полить правильно рассаду такие прям маленькие выкладки чего-нибудь что вам нужно или как посадить правильно вот лук до текущий текущий уход сохранность семян дальше у меня идет март и опять же что мне нужно сделать марте с 1 по 7 число и так далее здесь уже у нас 7 давно рассаду цветы до 7 в теплицу помидор огурцы это морковь то есть у каждого идет свое если будет интересно если вы отдельно по месяцам пишите в комментариях я сделаю отдельное видео по месяцам то есть что у меня написано феврале что у меня марте и так далее может быть вместе что-то составим пишите в комментариях если это будет нужно что дальше в этой у меня замечательные тетрадочки да это следующий раздел сейчас именно вот он у меня второй раздел хочу вам показать про свои грядки раньше у меня их не было они были такие вот то есть в разном виде разбросанные и двадцать втором году где-то 9 мая мы за три недели до посадки быстренько сделали покрасили у нас большие высокие грядки где-то 60 наверно сантиметров и сейчас очень удобно у кого они есть делать вот такой вот план я хочу показать вам план был сделан 2022 году то есть теперь я могу открыть его посмотреть и сделать заново какие-то свои новые посадки ну вот смотрите например что у меня здесь я сделала я не знаю вижу видите нет вот первая грядка вот у меня первая грядка первая грядка у меня голубика засажена дальше вторая грядка на второй грядке ширина грядки у меня метр на 6 вот мы сделали вот таких вот четыре грядки с мужем и они высокие в этом году уже будет второй год им я сделаю потом видео про свои грядки они у нас красиво получились хоть из шифера мы выбирали что сделать подешевле и качественно чтобы надолго потому что дерево если честно гниет или очень дорогое так смотрите но сегодня другая тема поехали дальше вторая грядка у меня разделена также вот смотрите морковь свекла до виды горошек редис то есть здесь написано что я тут сажала и также вы можете всякими условными обозначениями сделать себе посадить дальше третья грядка это вот у меня идет капуста разные виды я ее обозначаю вот такой снежинкой дальше тут между ними укроп кабачки следующая грядка кабачки патиссон чеки их у меня три было очень были вкусные хорошие дальше идут у меня баклажаны но еще раз здесь вы сами да делаете в такой план и выбираете что вам нужно для вашей семьи потому что кому-то надо их много кому-то надо немного у нас семья небольшая нам этого всего хватает и если раньше у меня на моих грядках на обычных на полу которые были на земле видите которые были они не ну совсем там очень плохо что-то росло то скажу честно в этом году когда мы сделали такие высокие грядки у нас намного лучше все стало расти так смотрим дальше следующее что я вам советую завести в эти тетрадочки это на примере вам покажу 2021 год это вот такая вот тоже схема рисовать я не умею для чего это нужно это для того чтобы вы понимали вы представьте свой участок какой он у вас или ваш огород или сад да и просто распланируйте вот тут я написал что-то у меня теплицы да здесь у меня был кусочек земли и там я морковку посадила да здесь какие-то деревья нарисовала дальше здесь у меня дорожки сделаны да земля которую вот здесь вот например я клубнику да посадила и притом здесь обычная деревянная такая вот на где-то 15 сантиметров грядка которая конечно и покрасила но все равно не такая качественная как мы сделали в этом году здесь например по 2021 год здесь уже здесь другие уже посадки то есть здесь была голубика мы ее пересадили на новые грядки поэтому вывод когда откроете вот у вас будет такие схемы будут такие схемы потом так интересно смотреть что у вас было в том году в прошлом году что вы забываете что где сажали и или например для чего еще такая схема все-таки нужна для того что я тут подписываю название вот орешник как его да как его называть какое мы там имя дали или например у меня красно-желтая черешня погибла фатеш из-за морозов и детей зачерпнула то есть все что у меня здесь не прижились вот эти вот растения и так далее то есть я вижу название пишу себе потому что раньше не писала я уже знаю своих питомцев которые у меня есть ну вот такая вот схема дальше эту схемочку можно просто делать от руки что я вам хотела дальше показать это следующее что есть в этой тетради у меня есть план теплицы вот если у вас есть теплица сейчас я вам покажу чуть мне где-то запуталась вот у меня красивый план план теплицы вот моя теплица вход вот отсюда теплица у меня смотрите здесь 6 метров полметру потом есть грядка посередине и еще вот тут вот грядка третье здесь у нас стоит бочка с поливом и это на 2021 году было были посадки моей теплицы дальше смотрите что у меня здесь например вот эти вот красненькие до штучки это у меня помидоры зелененькие это огурцы вот такие вот жучки нарисованные это например горох то есть вот здесь я сделала вот так вот описание схему на и дала им какие-нибудь названия баклажанчики вот такие вот круглешочки так дальше смотрите здесь идут посадки то есть я планирую в теплице это очень удобно сколько у меня будет растений многие посмотрите скажут что я очень густо да тут посадила но скажу на практике теплицу запускаем рано и прохладно иногда бывает и некоторые растения просто не выживают или просто-то нечаянно поломал при посадке да или еще что то с ним случилось поэтому я вот делаю такие посадки а дальше если что-то я могу пересадить их на огород и ищу куда-то поэтому в принципе очень удобно да на одном метре и даже при таких посадках у меня очень большой урожай хватает и я всех угощаю нашей семье то есть одна теплица вообще хватает на скажем так поесть всем смотрите дальше тут вот у меня клубника но 2021 году клубника она вымерзла и и получилось так что я потом покупала новую и делаю новые посадки так что у нас дальше можете себе сделать такой вот тоже план если вы новичок сейчас посмотрите подумайте да сколько там много всего чертите делать но скажу честно это не займет у вас много времени и вы можете если вам что-то не интересно какие-то пункты из моей тетради пропустить что-то взять для себя то что вам будет нужно это не займет много времени если вы будете постепенно эту тетрадь свою суда буду создавать потому что мы где-то записываем на каких-то бумажечках да еще где-то потом ты об этом все забываешь что-то где-то записал все это теряется а так очень удобно так следующий я хочу вам показать пунктом это шестой пункт такие заметки для различных культур и так мы с распланировали нашу грядку например у нас одна грядка и здесь мы с вами помидорчики посадим а здесь огурчики хоть и говорят что они вместе не растут но у меня в теплице одна сторона всегда занимает помидоры другая огурцов и все нормально растет при хорошем уходит все получалось и так то есть ваш грядочка еще раз все распланировали и следующим этапом что нам нужно с вами сделать это нам нужно сделать расчет посадок саженцев и описание культур то есть у меня есть вот такая вот таблица опять же у меня замечательный тетради да что здесь здесь несколько пунктов посмотрите первое это название пакетика которого вы уже отложили выбрали семян да будете сажать например я возьму на своем примере помидор у меня малиновый слон красивый хороший вырос второй пункт срок посева то есть я делаю общий посев 28 0 1 всех моих помидоров дальше я тут еще обозначила пикировку дальше когда зашло третий столбец вот в течение 10 дней тут когда взошло я пишу себе число например 7 февраля и сколько штук не было так дальше срок от посева до сбора урожая он написан на пакетике но обычно это вот у меня здесь 113 117 дней это опять же некоторые пункты можно убрать если вам это не интересно или времени у вас на это нет да я просто рассказываю как я исследую дальше расстояние посадки и себе пишу чтобы потом не забыть например 40 на 60 примерно я уже это и так теперь знаю это было раньше училась еще до на те годы так дальше рекомендуемый месяц посадки в грунт у меня это где-то вот только конечно же в теплицу в апреле-май вот я живу московском регионе вот грунт ну даже в июне иногда бывает так что холодно в конце мая бывает в начале мая уже тепло то есть нужно опять же смотреть дальше пикировка то есть это пересадка из общего горшка в отдельные маленькие горшочки да вот и он следующий пункт не уход за растениями здесь я пишу такие маленькие факторы седину от мира помидоров это то что они какие какого вида детерминатные или индетерминатные то есть индетерминатные те которые формируются в один стебель да или у меня высота у них небольшая да обязательный пункт эти можно пункты пропустить для тех кто у нас уже очень долго занимается там огородничество минута не надо это количество штук вот этот пункт конечно лучше себе оставить например малиновый славян у меня две штучки до цунами две штучки розы бутника 2 большие сердце 2 большевик 2 то есть я каждый в каждом году пытаюсь что-то новое добавлять кроме того что уже испробовала и последнем пункте это там примечания то есть я иногда пишу какой-то полив или как или какие-то нужные вещи которые мне потом пригодятся так что еще есть в этой тетрадке это заметки о различных культурах то есть когда я только училась я очень много опять же информации читаешь кто-то пишет что это классно все растет этого больше ничего не растет то есть у каждого будет свой опыт и у вас будет свой опыт или уже есть опыт и вы просто будете дополнять поэтому у меня тут есть такие страницы где все помидоры то что мне именно надо не какие-то там факты как растение растет и там не развивается да или еще какие-то общие сведения тут все конкретно да что например 7 в общий ящик такое-то расстояние до когда 7 когда мы подкармливаем помидоры ну например просто покажу помидор до 7 пикировка то как-то подкормка раз она на первой неделе на 2 на 3 чем я там подкармливаю да какие-то у меня были трудности тоже сюда на этот листочек записывать также у меня есть листочек уход за огурцами схемы формирования огурцов и так далее всех остальных кабачки морковка вот основное что дальше можно сюда еще в эту тетрадку написать это болезни и паразиты потому что это наверное особый раздел когда ты не знаешь кто у тебя там что-то съедает и ты очень много времени потратил и сил на полив на то что у тебя все красиво растет и потом один прекрасный момент что-то съедает поэтому есть такой раздел он с 7 раздел сейчас секундочку вам покажу так это вот посмотрите болезнь этой паразиты вот например паразиты и народные средства что у меня в этой таблице например фитофтора до болезнь какая первая колоночка вторая болезнь до что рекомендуют чесночная настойка если это народные если это не народные средства то я также выписываю себе средства но биологически стараюсь вот культура 3 томат например фитофтора чесночная настойка томат как сделать 200 грамм чеснока одно ведро воды и так далее то есть там я напишу описание как это сделать следующее чтобы не занимать ваше время а там у меня препараты и удобрения ну вот такой вот тоже до таблица вот такая например опять же колоночка что фитоловин да ничего нужен для борьбы с болезнями растений против всех видов смотрите инструкцию себе написала против гнили да и так далее или например там удобрения до гумат калия макро микроэлементы и зеленая молода форма йод вот логоть до березовый дёготь то есть все что вот такой вот рекламируют я пытаюсь пробовать умных пределах то есть смотрю нужно это растению или нет так следующий пункт вы можете себе сделать защиту от вредителей да например вот у меня написано опять же фитоверм от чего первая штука луночка чтобы было это полезно фитоверм от паутинного клеща который очень долго мучает для всех культуры для для каких культур да он как бы может быть для всех как мы это делаем что мне с ними сделать да там развести столько-то миллилитров на столько-то я не хочу все остальные там рекламировать или что-то называть да ну вот просто те которые мне встречаются пробуем и потом еще отмечаю то есть понравилось мне это или нет в конце есть раздел что купить потому что мы часто забываем напишите себе пунктики и придете в магазин и будет очень удобно запомнить сделать может быть с фото ну что на этом сегодня все надеюсь видео было полезным нужна ваша помощь подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите в комментариях может быть я что-то забыла давайте вместе с вами дальше составим нашу тетрадь садовода нашу помощницу которая нам сбережет время ничего нет невозможного двигайся чтобы сохранять равновесие спасибо так как так как